Ликвидацию последствий ДТП в Цивильске обсудили на совещании главы Чувашии с правительством республики. Напомним, 27 июля днем на кольце в Цивильске опрокинулась фура с соляной кислотой. Автоцистерна перевозила опасное вещество из Новочебоксарского химпрома в Самару. Движение на федеральной трассе М7 было остановлено, образовалась пробка. Водителям предложили объехать вместо ДТП по Марпасадскому повороту или по трассе Вятка. На место аварии прибыли все специальные службы, однако сразу поднять цистерну с опасной жидкостью не удалось. Тягач цистерны 1738 поставили на колеса, потому что было затруднение, не было поблизости крана больше грузового. Отсутствие у наших крупных дорожников, которые обслуживают особенно федеральные трассы, больше кранов грузоподъемностью 50 и более тонн. Поэтому пришлось искать от строителей и все прочее предложение такое, чтобы вот те организации, которые обслуживают федеральные магистрали, ну и республиканские, чтобы если у себя нет такого крана, то заключать договора со строительными организациями, чтобы можно было в круглосуточном режиме их применять. Цистерну отбуксировали на бывший аэродром в Цивильске. Движение на трассе было восстановлено. Параллельно начались работы по ликвидации последствий аварии. В общей сложности с Химпром было вывезено более трех тонн кальцинированной соды и администрация Цивильского района организовала подвоз еще 60 тонн песка для ликвидации последствий. В субботу и воскресенье организовали всю работу по перекачке из цистерны, по перевозке, обработке самой цистерны территории и вывоз грунта с территории города Цивильска. В итоге вывезли 19,9 тонны. В Цивильске были эвакуированы 34 человека – жители близлежащего дома по улице Павлова. Часть из них разместилась у родственников, часть – во временном пункте. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. 27 июля концентрация паров соляной кислоты рядом с жилым домом превышала норму в три раза. На следующий день паров соляной кислоты не обнаружили. Режим чрезвычайной ситуации был снят уже 29 июля. Продолжение следует...